Еще раз здравствуйте, меня зовут Герман Варгин, я старший эксперт по тестированию компании T-Systems.Rus и сегодня я расскажу, как заслужить доверие при передаче проекта новой команде тестирования. В своем докладе я расскажу, когда случается передача проекта, что это такое, с какими проблемами сталкиваются тестировщики, затем я расскажу, как эти проблемы решаются у нас в T-Systems, мы сделаем выводы, а затем я отвечу на все поставленные вопросы, готовьте их заранее, потому что компания предоставила сувениры для авторов лучших вопросов. Итак, ну вообще зачем, когда возникает передача? Во-первых, это аутсорсинг, когда заказчик по каким-то своим причинам решает за аутсорсить тестирование другой команде. Другой пример – это то, что случилось именно у нас в T-Systems, штаб-квартира наша находится в Германии, в Санкт-Петербурге есть крупный центр разработки и, соответственно, нормальная ситуация, когда проекты из Германии переходят в Россию или, например, если изменяется законодательство той или иной страны, то они передаются обратно. Ну и есть ряд других причин, доклад не о них, а о том, что происходит у нас, у тестировщиков. Ну, казалось бы, у нас появляется новая работа, новое финансирование, интересные таски. Какие могут быть проблемы? Проблем на самом деле очень много, я их разделяю на три группы. Во-первых, это проблемы, связанные с коллегами, которые делятся своими знаниями, не всегда они это делают охотно. Во-вторых, проблемы, связанные с проектом, доступностью партнерских систем, создание аккаунтов. И третья группа проблем – это проблема, связанная с заказчиком. Во-первых, недружелюбные коллеги, что тут нужно понимать? Не все люди умеют и любят делиться знаниями. Кто-то экстраверт, кто-то интроверт. Здесь еще появляется такой фактор, как нервы, стресс. Человек может работать несколько лет в одном проекте, и когда ему говорят, что сделай транзишн, у него сразу появляются мысли, что он будет переведен на другую работу или, может быть, вообще уволен. То есть это в любом случае скажется на его работе. Ну, люди, ладно, гораздо сложнее разобраться в тест-кейсах, которые они написали за 5 или 10 лет. Детализация всегда неудачная, и такие не очень опытные тестировщики, даже лиды, могут сказать, что мы вот сейчас возьмем и все эти тест-кейсы перепишем. Никогда это нельзя вот так взять и сделать. Нужно это делать с умом, поэтапно, согласовывать с заказчиком. Сложность проекта. Вот в нашей системе, которую мы сейчас разрабатываем и тестируем, у нас десяток партнерских систем, и везде нужны доступы. Надо как минимум представлять бизнес-логику, и все это требует очень больших усилий. И поэтому во время транзишна на это тоже надо планировать отдельное время и выделять отдельных людей. Ну и самое важное – недоверие заказчика. Почему у него есть основания не доверять вам? Во-первых, заказчик привык к своей команде. Он знает, как они работают, что от них ожидать. У них уже там много релизов за спиной, за плечами. С вами такого еще нет. Заказчик, будь то тест-менеджер, тест-лид, просто менеджер проекта, он также может действовать по принуждению. То есть у него есть какое-то начальство, которое говорит, вот тебе команда в другой стране, в другом городе, сделай транзишн за год. И это иногда его раздражает, и транзишн может идти не так, как вам хочется. Ну и естественно, о вас заказчик ничего не знает. В лучшем случае, что у него есть, это ваше резюме, там результат собеседования и может быть отзыв от какого-то там вашего общего коллеги. Все. И важно помнить, что если вдруг во время передачи или потом совместной работы возникнут какие-то такие спорные, критические, конфликтные ситуации, чтобы, даже если вы правы, заказчик всегда будет на стороне коллег старых. Как бы, поэтому вы это помните, ни в коем случае до этого не доводить и решайте это по-другому. Ну, теперь перейдем к решению проблем. Хочу сказать, что вот сейчас я представлю некоторые решения, они все основаны на моем личном опыте или опыте коллег из T-Systems. С чего нужно начинать? Неважно, на какой стадии вы находитесь, на стадии обучения или уже там боевые релизы, привыкайте делать визуализацию своих результатов. То есть, если вы там слушаете какие-то тренинги, ведете переговоры, там какие-то деманды вам рассказывают, новую функциональность, введите конспекты, создавайте минутки, отправляйте их заказчику, расшарьте все это всем, пусть все смогут отслеживать процесс обучения или там изучение новой функциональности. Подумайте, какие матрицы трассировки актуальны и нужны вашему проекту, заведите их, это будет очень полезно. Если вы предоставляете какие-то отчеты, докладываете информацию своему заказчику, подкрепляйте это различными метриками, графиками. Вообще все заказчики, с которыми я работал, это любят и хорошо к этому относятся. Ну и другой элемент визуализации, который используется у нас в проекте, мы начали на этапе обучения, это скриншоты наших тестовых шагов. То есть есть quality center, у нас есть шаги, тестировщик, когда выполняет тест-кейс, он там все по шагам ставит past-failed, и мы закрепляем это еще скриншотами каждого шага. На этапе обучения нам это очень помогло, когда возникали ситуации, что тест-кейс пройден, но потом в следующей версии найден баг. Первая мысль у заказчика, что там тест-кейс прошли, баг не заметили. Но когда у нас был скриншот, мы сразу показывали, что баг появился после. Это, конечно, проблема, но она, по крайней мере, не подрывает доверие заказчика. То есть тест-кейс пройден правильно. Другая техника, которая почему-то все время многими забывается, или люди просто забивают на нее, оповещение о найденных дефектах. Сейчас у нас в команде 16 человек, 8 в Германии, 8 в Санкт-Петербурге, и есть железное правило. Если кто-то нашел дефект, он должен завести его в баг-трекинговой системе, и она отправляет e-mail автору с описанием дефекта, всей информацией. И есть железное правило такое письмо переправлять на всю команду и включать в копию заказчика. Это нам дает то, что все видят, какие дефекты уже заведены, и мы избегаем дубликатов. Плюс, если функциональность заблокирована каким-то дефектом, мы не тратим время. Ну и возвращаясь к теме доклада, очень тонкий момент. Заказчик всю эту информацию видит, анализирует и для себя понимает, кто какие дефекты заводит, куда они потом переходят, в каком статусе, какое качество этих дефектов. То есть все это очень полезно. Если вы тестируете какую-то крупную систему с партнерскими, постарайтесь предусмотреть тестирование с использованием заглушек. Для веб-сервиса это есть, все знают, инструмент SAP UI, создание моков. То есть все там очень просто. Надо как-то это анализировать, особенно на этапе обучения. У нас вот на данном слайде я представил схему. Голубым цветом обозначено то, что разрабатывается в моем проекте в Санкт-Петербурге. Желтым сторонние сервисы, которые разрабатываются в проектах, которые сидят в соседней комнате. И красным обозначены системы, которые разрабатываются в других странах, в других проектах. И просто моками, к сожалению, это тестировать нельзя. Мы разработали подход работы системы в режиме тест-флаг. Всего есть три режима, и каждый из этих режимов позволяет проводить систем интегрэйшн тестирования между всеми этими системами. Но при этом с тонкостями только часть из них отрабатывает полностью. Если появятся вопросы по этому, то после доклада я с удовольствием поделюсь какими-то техническими аспектами. Что касается обновления тестов. Согласуйте план, как вы будете разрабатывать весь этот ужас, который пилился десятилетиями вашими старыми коллегами. Создайте папку для тренировок, чтобы вы прогоняли эти тесты вне рамка релиза. Заведите таблицу ответственности. У нас это выглядело так примерно. Функциональность, какой-то ответственный тестировщик за нее, его бэкап на случай, если этот человек заболеет или уйдет в отпуск, и какой-то гуру, человек, который лучше всего знает эту функциональность. Собирайте метрики по тренингам, по обучению, предоставляйте их заказчикам. И очень важный момент, не допустите, что у вас идет транзишн в течение года, вы его успешно проходите, все изучаете, но через год система и тест-кейсы, которые вы анализировали, устарели. То есть ваши старые коллеги, например, участвовали в новых демандах, а вас не пускали. Постарайтесь по максимуму вписываться на ревью, на анализ, в идеале даже на экзекьюшн, на выполнение. Примерно так выглядел у нас quality center. Есть тест-план, в котором хранятся тест-кейсы по всем системам. Есть тест-лаб, где мы заводим папки на каждый релиз. В релизах уже есть тест-сеты, и эти тест-сеты включают в себя часть тест-кейсов, которые нужно прогнать в рамках данного релиза. И была тренинг-папка, которая включала абсолютно все тесты, и вот по этой как раз тренинг-папке мы проходили обучение, и заказчик его отслеживал. Сейчас, когда мы уже работаем в боевом режиме, в этой папке выполняют тесты наши новые сотрудники. Ежедельный отчет, который мы отправляли заказчику, выглядел примерно следующим образом. Было имя человека, который тестирует, функциональность, которую на него засайнили, и какой-то набор тестов, который выполнен, залочен, изучен. Но тут уже этот отчет, кстати, сейчас стал у нас в боевых релизах, мы просто отправляем его, чтобы показать статус regression тестирования. Если вдруг возникла такая ситуация, что вас кто-то из коллег как-то обидел, не поделился критически важной информацией, удалил ваши тесты, ни в коем случае не надо мстить и отвечать его тем же. Вообще помните, что мы занимаемся бизнесом, и все личные обиды надо оставить за дверью офиса. При этом не надо его догонять в подворотне и наказывать за это. То есть подумайте, что нужно сделать, чтобы избежать этого в будущем. Если ваша команда находится в другом городе, в другой стране, съездите в командировку, пообщайтесь, выпейте пиво, такое общение гораздо лучше располагает, чем простая переписка по почте. Когда вы занимаетесь какими-то сложными, важными вещами, ведете переписку, как можно раньше добавляйте заказчика. Заказчики, они всегда умнее, чем кажутся. То есть он тоже заинтересован, чтобы избежать конфликта, чтобы там система работала, транзишн прошел. Если он увидит, что нужно мешаться, он точно мешается и будет развивать события в нужную ему сторону. Не бойтесь делиться своими секретами. Предлагайте различные инструменты, кидайте статьи. В свое время, когда я первый раз ездил в Германию, в командировку, и расшарил инструмент для анализа логов, визуализации всего этого дела, человек, которому это больше всего пригодилось, стал моим лучшим другом, и любые вопросы, которые у меня потом к нему возникали, решались очень быстро и без проблем. И следите, с кем общаются ваши коллеги. Есть партнерские системы, там всегда есть тестировщики какие-то, инженеры поддержки. С ними периодически нужно связываться, узнавайте, добавляйтесь в копии, потому что в любой момент человек, который этим занимается, может уйти в отпуск, заболеть, психануть, уйти в другой проект, то есть и вам придется делать эту работу. Выводы. Неважно, на этапе обучения, транзишн, боевой релиз, всегда будьте нацелены на результат. Помните, что если вы там пройдете год обучения, и заказчик будет вами доволен, а потом провалите следующий релиз, то доверие будет потеряно. Доверие заказчика вообще очень сложно заслужить, но его очень просто потерять. И чтобы его остановить, вам уже никакие глаза, катаясь шека рыжего, не помогут. Поэтому не расслабляйтесь ни в коем случае. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы… Да. Герман, спасибо большое за интересный доклад. У меня вопрос, зачем передавать другой команде тестирование? У меня, например, наоборот, заказчик хочет, например, еще новый проект заказать у нас, и говорит, что давайте-ка вот команду разработки и тестирования мы возьмем на новый проект вот с этого, потому что у нас и отношения сложились, и мы знаем, какой там качественный, например, они предоставляют, что хорошее. Но чтобы новых людей, которые не знают, заказчик специально… Спасибо за вопрос, но вообще я об этом рассказывал на одном из первых слайдов, то есть вот такой стандартный сценарий для компании T-Systems. Крупный центр разработки открылся в Санкт-Петербурге, наверное, там с целью экономии денег, я не знаю, но, возможно, там в Германии уже кадры закончились, а в Санкт-Петербурге мы очень быстро наняли 800 человек. Поэтому ситуация, когда проект там разрабатывался, и там он расширяется, нужны новые люди, она весьма стандартная, то есть как бы вопрос, зачем тут сразу отпадает. Вопрос, если компания такая крупная, и в Агерс слайд за всем заинтересованным воспринимателем, как спам, и не получается так, что люди вообще написали маленький, такой как Агерс Син. Спасибо за вопрос, да, такая проблема есть, и вот с этим нужно бороться. Почему я сказал, что многие на это забивают, не обращают внимания, техника очень полезная, очень простая, требует минимум времени, и даже если багов много, то всегда можно настроить фильтр по функциональности, то есть вот то, о чем я говорил, что есть тестировщик, у него… Вот надо как-то писать хорошие фильтры. Если там половина команды воспринимает баги как спам, то значит есть какая-то проблема, кто-то неправильно использует вот эту технику оповещения. То есть это надо отслеживать, опять же, по метрикам, сколько дубликатов заведено, там сколько человек потратил времени на тестирование заблокированной функциональности, как бы если дефект был отправлен до этого, то есть все это анализируется и просто это нужно тест-лиду обращать на это внимание, следить. Спасибо за этот доклад, очень интересно. У меня у вас другого плана. Смотрите, у вас передается команда, да? Соответственно, если какое-то время перекрытия, ну то есть есть тестировщики в Германии, есть тестировщики, допустим, в ЕССР в Союзе, и, собственно говоря, здесь какие-нибудь волны, то есть понятно, что 16 человек сразу оттуда украть невозможно, 16 человек здесь сразу тоже создать невозможно, это первое. То есть какие-то волны передать, что-то это можно укрепенно передавать, и время перекрытия, когда у нас начинает работать избыточно, ну, кажется, у нас в два раза больше, так говоря. У нас есть тестировщики уже в Питере, где они обращаются, у них, собственно, платят за деньги, есть тестировщики в Германии, и вот как раз время охраждения и сам тестировщиков и здесь, какое оно у вас, какое время охраждения проекта? Спасибо за вопрос. На самом деле в моем проекте, в котором я сейчас работаю, немножко другая ситуация. У нас было 8 тестировщиков в Германии, и изначально мы запланировали сделать вот этот транзишн в Санкт-Петербург, но пока шел транзишн, у нас произошло такое крупное расширение, и получилось так, что сейчас у нас из 8 тестировщиков немецких как бы стало 16 тестировщиков международных. Знания были перенесены, команда расширилась, как бы нашлась новая работа на всех. Что, простите? В Германии тестирование завершится и полностью будет передано в Санкт-Петербург? Вот конкретно в моем проекте мы сейчас тестируем все вместе. Хорошо, а сколько у вас взяло время на передачу знаний? То есть, вот, только говоря, меняется, оценка такая, 3 месяца на то, чтобы команда в любом случае, ну, перекрытие, перекрытие тот команд. Вот, а у вас искать информацию дальше? Конкретно в моем проекте такой стиммейт был порядка года, но цифра на самом деле ни о чем не говорит, потому что это все согласуется, объем, скоп, то есть... Спасибо, Роман. Возникают ли проблемы такого плана, когда вы выполняете одни и те же тесты в Германии, но получается совершенно разные браки, ну, и как, соответственно, как реагирует заказчик, ну, и как реагирует команда? Спасибо. Конечно, ситуации, когда одни и те же тесты выполняются, находятся разные баги, возникали, потому что у каждого тестировщика свой подход, то есть можно там гонять тест по шагам, которые написаны в тест-кейсе, можно делать что-то дополнительное, и там кто-то копает в одну сторону, кто-то в другую, все баги найти невозможно, поэтому люди разные находят разные баги, такое действительно возникает. Заказчик на это реагирует тоже по-разному, то есть если там человек тратит очень много времени, находит какие-то low severity баги, то, ну, он может мешаться и сказать, что там как-то поменять либо процесс, либо там загрузить этого человека другой работой, ну, и хорошая ситуация, когда человек там зашел с другой стороны, нашел баг, который там никто до него не доходил, а баг уже давно живет, и на такие вещи заказчик всегда очень позитивно реагирует, доверяет что-то еще, выделяет дополнительную работу. Конфликты между командами были по этому поводу? Нам, вопрос был, были ли конфликты по этому поводу, нам конфликтов, благодаря нашему очень эффективному взаимодействию, удалось избежать. То есть было жарко, непросто, но без конфликтов обошлось. Юрий Маловик, компания Комод Адиза. Спасибо за доклад, очень интересно. Вопрос по тест-кейсам. Вы предложили в конце каждого тест-кейса делать скриншоты. Не возникли проблемы со временем актуализации этих тест-кейсов? То есть или это изменение функционала, или это бах? То есть если, допустим, там 100, 200, 500 тест-кейсов, то есть, если, допустим, там 100, 200, 500 тест-кейсов, с такой проблемой не уйдет их актуализация? Спасибо за вопрос. Здесь все зависит от того, на какие тест-кейсы вы делаете скриншоты. То есть изначально мы это сделали на огромный объем тест-кейсов из регрессионного тестирования. И они, во-первых, меняются очень редко. То есть в следующий раз, когда вот эта функциональность тестировалась другим нашим коллегам или вообще новым сотрудникам, и если ему там что-то непонятно в тест-кейсе, он мог заглянуть в скриншоты и посмотреть, то ли он получает или нет. Если что-то менялось, то в первую очередь все-таки апдейтился в тест-кейс, и там скриншот, он как бы уже отходил на второй план. То есть если мы видели разницу и видели апдейт в тест-кейсе, то, как сказать, ну никто там не тратил время на анализ старых скриншотов. То есть вопрос актуализации тут немножко отпадает. Спасибо. Геннад, спасибо за вопрос. Вопрос по традиционному плану. Створять вы его или нет в каком виде? Мы тоже стареем, но у нас обычно это от одного человека по другому. При ходе с работы, при перерасчитании человека к человеку по тест-кейсу, а вот команда, интересно вас послушать. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, конечно, транзишн-план есть. И на самом деле это очень такая тяжелая задача составить хороший транзишн-план, особенно если там происходит транзишн не только тестирование, а там разработки, аналитиков, менеджмент даже. И план такой есть. Если мы говорим о тестировании, то это как раз был перечень функциональностей. Они разделены по критичности для заказчика. Набор функциональностей, которые должны быть переданы в Санкт-Петербург в течение трех месяцев, в течение шести. Соответственно, на каждую такую функциональность человек, который передает знания, составлялся план тех тренингов, которые должны быть прочитаны, план тест-кейсов, которые должны быть как минимум один раз прогнаны, освоены. Если эта функциональность требовала какие-то доступы в сторонние системы, которые тоже бывало непросто получить, вплоть до трех месяцев мы выбивали в некоторые такие системы доступ, то есть все это прописывалось в плане, и этому плану мы следовали. Это цех или ворд-документы? Это был набор документов. Спасибо. Вопросы? Последние вопросы немножко. Заканчивайте. Мне на самом деле просто интересно в тест-практике, в тест-кейсе, да? Потому что я поняла, что у вас очень много, и вы им занимаетесь менеджить. В чем вы их менеджите? Ну, то есть тест-кейс, что у вас используется для этого? У нас используется HP Quality Center. Спасибо тебе большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ. Спасибо. Спасибо. Спасибо.